Доброе утро! В эфире канал Культура в студии программы Наблюдатель Андрей Максимов. Сегодня программа Наблюдатель будет говорить, как мне кажется, на самую интересную и важную тему. Мы будем говорить о воспитании наших детей, мы будем говорить о сиротах, мы будем говорить о замечательном, выдающемся педагоге Антоне Макаренко, 125 лет со дня рождения которого буквально в эти дни мы отмечаем. К нам в студию придут удивительные люди, я уверен, что вам с нами будет интересно. Еще раз доброе утро! Андрей Максимов, студия программы Наблюдатель. Вы посмотрели новости от наших корреспондентов, новости культуры. А сейчас я буду представлять вам гостей нашей студии и спрашивать самую главную новость, которая поразила вас культурную новость в последнее время. Алексей Михайлович Кушнир, главный редактор журнала «Народное образование». Новость от вас. Недавно 200 лет отмечали победы в 2012 году, войны 2012 года. И наша редакция, журнал были вовлечены в эти мероприятия, вот мы этим жили. Вы жили победой в Наполеоне. Да. Прекрасно, завидую, замечательно. Евгений Александрович Ямбрук, директор Центра образования номер 109. Новость от вас. Ну, вы знаете, у меня не новость, это скорее старость вообще. Вдруг мне попала в руки книга, двухтомник Окунева, редкая книга, записка москвича. Скромный служащий пароходства, который описывает день за днем, 16-й, 17-й, 18-й, так до 25-го. Два тома. Два тома. То есть, я бы сидел каждый день и писал? Каждый день. Причем, я хочу сказать, что Бунин с окаянными дними иногда отдыхает просто. Скажи еще раз фамилию. Окунев. Окунев. Я просто, как историк и педагог, потрясен, и все его предсказания сбываются. А тексты какие? Вот, говорит, Россия, это сложная страна, говорит. А я почему еще в такая ассоциация у меня? Сейчас же ненавистное слово «толеранция», говорит, «Россия, дом толеранности», ассоциация нехорошая возникает, он пишет, «А я верю, что Россия – дом нетерпимости». Это он пишет в 17-м году. Еще до революции. И так далее. То есть потрясающая книга, то есть я потрясен. Спасибо большое. Александр Самеевич Гизалов, мне вас интересно сказали, как вас представят, что вы самый известный выпускник детского дома. Но я думаю, что это все-таки не главное у вас, а главное, что вы общественный деятель и эксперт по социальному сиротству. Новость от вас. Для меня потрясение смерти Андрея Панина, потому что это, конечно, действительно такой момент, что человек вот есть, а завтра его нет. Сегодня его нет. Поэтому, конечно, уход каждого человека, тем более артиста, такого артиста, это, конечно, такая. Вот такие разные новости. Мне кажется, что это правильно, что людей потрясают разные новости. Повод, по которому мы сегодня собрались, это юбилей Антона Семеновича Макаренко. Ему исполняется 125 лет в эти дни. А сегодня вы можете посмотреть фильм, который называется «В коммуне остановка», посвященный Макаренко. Говорить мы будем не только о Макаренко, мы будем говорить вообще об отношении к детям и к детству, и в частности к сиротам. Для начала давайте посмотрим небольшой сюжет. В 1988 году ЮНЕСКО признало Антона Семеновича Макаренко одним из четырех выдающихся педагогов 20 века. В этом году исполняется 125 лет со дня его рождения. Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно, считал Макаренко. Под этим лозунгом велась работа с беспризорниками, созданной им коммуннее. Времена изменились, однако принципы педагогики Макаренко остаются востребованными и сейчас. Ведь сегодня в России более 700 тысяч сирот. Практически столько же, сколько после Великой Отечественной войны. Александра Гизалова называют самым известным выпускником детского дома в России. Он член рабочих групп в Государственной Думе и Совете Федерации по проблемам сиротства. Считает, что детский дом слепок с худшей части общества. Его мечта закрыть все российские детские дома. Впрочем, система Антона Макаренко с успехом использовалась не только в детских домах, поскольку в своих работах он много писал о воспитательных процессах в семье и школе. Доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург, потомственный педагог и автор новой модели общеобразовательной школы. Он принимает свою школу детей вне зависимости от их индивидуальных психофизических особенностей и склонностей. И считает, что именно педагог должен приспосабливаться к ребенку, а не наоборот. Ежегодно в России проходит международный конкурс имени Антона Макаренко и макаренковские чтения при поддержке журнала «Народное образование», главным редактором которого является кандидат психологических наук Алексей Кушнир. Он автор двух эффективных методик обучения чтению и английскому языку «Отец семерых детей». Проводит семинары для учителей и родителей, убеждая и доказывая, обучение должно соответствовать природе детского устройства. Вот у вас на двоих 11 детей? Ну, у меня четверо. У меня двое и двое внуков. Значит, у вас двое, 13 детей, а у меня трое. У нас 16 детей на студию. Мне кажется, это такой, это рекорд. Это книга рекордов Гиннесса просто практически. Вы знаете, Александр Александрович, я хочу сначала у вас спросить. Мы сейчас будем говорить про Макаренко. У меня такой первый личный вопрос. Вот мы все знаем, что когда ребенок выходит из детского дома, у него огромные, конечно, проблемы. Мы поговорим про это. Благодаря чему, вам кажется, вам удалось состояться, несмотря вопреки, как я понимаю, детскому дому? Благодаря чему? Вы же теперь приходите на канал «Культура». Вы совершенно стоявший человек, у вас четверо детей. Благодаря чему? Ну, там на выходе очень много таких, как сказать, лифтов, в которые ты можешь войти. Есть лифт, который тебя отправит навсегда в криминал. Есть лифт, который тебя отправит на кладбище. Есть лифт, который тебя отправит в маргинальную жизнь. А есть лифт, благодаря которому ты можешь состояться. Это лифт созидания. Я даже в детском доме, когда там все равно система давила, я как-то даже там пытался как-то что-то делать. Я был неудобен в этом смысле. Я там даже там творил. Я писал стихи. Мне говорили, у тебя плохие стихи. Я научился играть на гитаре. Меня никто не учил играть на гитаре. Я ходил на футбол, у меня были там, значит, не совсем здоровые ноги, кривые ноги, так называемые. Я играл в футбол, говорят, если у тебя никогда не получится футболист. То есть, вопреки всему, в рамках самой системы, потом ты выходишь, потому что тебе это надо. Мне это было надо. И помимо этого, я смотрел на своих товарищей, которые приезжали в детский дом и рассказывали о блатной жизни, еще о чем-то. Я говорил, что я так жить не буду, потому что я не хочу так жить. Потому что я видел, что у них наколки, у них выражение лица какое-то странное, неестественное. И другой момент. Люди, которые рядом находились, были люди, глядя за которыми хотелось просто пойти. И часто эти люди были не в самой системе. У меня был случай, когда я попал после побега в камеру для суточников. Мне там зэки сказали, значит, хочешь всю жизнь жрать баланду? Уходи от этого. А если хочешь, как мы, парашу дроить, то милости просим. И вот тогда я задумался на тем, хотя мне было тогда лет 8, наверное, что я буду дальше делать и как. Вы все время говорили несколько раз, вопреки системе, вопреки системе. То есть система не предполагает того, что человек выйдет из детского дома и пойдет пока распопали в то созидание. Не предполагается. Я думаю, что даже сейчас я созванию со своими одноклассницами. К сожалению, одноклассников и одноклассниц моих уже нет никого фактически. Почему? Ну, потому что практически уже все на кладбище. Смерть косит. Ну, в общем, это вопрос. И каждый раз моя одноклассница встречает, значит, какую-то мою преподавательницу из детского дома. И та говорит, ну, чего там Гизалов? Она говорит, ну, вот ему тут Путин медаль дал за заслуги перед Отечеством. А что, до сих пор не в тюрьме? Ну, то есть вот был такой момент, что когда ты очень активный, когда ты такой вот весь проявляющийся, тебе могут припаять гиперактивность, тебя могут отправить в психушку, ты бежишь в побег, ты ищешь, что ты ищешь, а система ей удобно управлять тобой в равных каких-то параметрах. Ты как только клавиш начинает заваливаться, тебя стараются уравнять и вплюснуть. И я, кажется, как мне на этот момент не пошел, что называется, не сотрудничал с системой. А вот те, которые было удобно, системные удобства так называемые, они, к сожалению, уже все пропали. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, кто хотите, что такое мы упустили из наследия Макаренко, самого главного, что происходит то, о чем вот говорит Александр? Что мы не услышали от него? Почему так происходит? Вы знаете, тут как бы две позиции абсолютно разных. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что Макаренко в советской стране тоже не хватало на всех. Это уникальная личность, создана уникальная система, и харизма колоссальная. Открытие есть, которое можно использовать другим людям? Конечно, конечно. Но второй момент заключается в том, вот я посмотрел на коллегу, и, конечно, это полное уважение, но я... Второе мое культурное потрясение за последние годы – это книжка Кочергина, крещённая крестами. Это парень, который попал тоже в детский дом, как сын врага народа, и он к матери шёл, бегая из одного детдома в другой, шесть лет. Он мать нашёл, он добился этого. Но что объединяет этих людей? Там чрезвычайная одарённость, от бога одарённость. Вот он умел рисовать и как-то, да, и он ворам делал татуировки и так далее. То есть, когда что-то внутри есть какой-то божественный талант, она спасает от любой системы. К сожалению, это есть не у всех. Да, но я хочу всё-таки, может быть, тогда Алексей Михайлович, вы мне ответите. А что нужно сделать, что нужно взять из Макаренко? Чем нам можно... Чтобы создать такую систему, с которой не надо бороться, которая будет помогать, которая будет создавать лифты созидания, как замечательно сказал. Макаренко сделал колоссальное педагогическое открытие. И оно было незамечено всей... На всём протяжении существования советской педагогики это педагогическое открытие, в общем-то, или умалчивалось, или просто было незамечено. И во всяком случае оно не вошло, так сказать, вот в официальную педагогику, которая светилась во всех учебниках и так далее. Открытием этим является воспитательная способность, воспитательная мощность обычного производства, педагогизированного производства. То есть детско-взрослое образовательное производство. Вот что изобрёл Макаренко. Он изобрёл идеальный инструмент воспитания. Этот инструмент работает, будучи, так сказать, запущенным, работал. Он работает и работает. Он сам себя кормит. Он сам создаёт проблемы. В этой среде возникают возможности для преодоления проблем, технических проблем в частности. Там есть условия для творчества, есть условия для изобретательства, есть условия для всего. Макаренко себе ни в чём не отказывает. На выходе получается кто? На выходе получается созидательный. Человек созидательного типа. Человек, который не может сидеть без дела. Человек, который может кормить себя в 12 лет. Вот что на выходе. То есть логика воспитательного пространства, в котором реализуется право ребёнка на добровольный и привлекательный для него труд, это созидательная логика. Конечно, на этом пути есть свои риски. Это само собой. И, конечно, есть способы преодоления или избегания этих рисков. Но свести к рискам, так сказать, это гениальное открытие Макаренко, я считаю, неправильно. Пока вы говорили, Евгений Сашков сидел и как-то мне казалось был чем-то недовольным. Да, мне немножко грустно. Почему? Во-первых, я не верю ни в какой один инструмент, один такой философский каймень, одну волшебную палочку, которая всё спасает. Я думаю, что, конечно, личность выдающаяся. Я влюблён в Макаренко и читал всё, что можно было читать. Письма, дневники. И в чём трагедия была вообще и с советской властью? Значит, из него сделалось советскую икону. Стаханов. Да, нет, нет, хуже, чем Стаханов. Это ведь на этой основе строилась идея перековки людей и в концлагерях и так далее. И у многих людей отсюда вызвали к нему такая аллергическая ненависть. Понимаете? А дальше подошло ещё интереснее. Те люди, которые... Причём он был канонизирован как советский педагог, что вызывало у многих творческих людей тоже отторжение. Потому что они видели не его работы, а икону. А дальше подошло то, что всегда было в России. Те, кто его восхвалял, потом его стали же предавать и называть его чуть ли не фашистом в педагогике и так далее. И то, и другое неправда. Сложнейшая личность. Потрясающая философия. И он делал то, что мог. Причём его хитрость заключалась в том, что он создал огромные степени свободы внутри ГПУ. То есть, по сути дела, создав внутри чекистского сообщества эту колонию, он был более свободен, чем наркомпрос. Это интересная история. Александр Александрович, вы наверняка об этом думали. Как вы объясняете такую удивительную вещь, что люди, выходившие из колонии Макаренко, они становились разными людьми, в том числе там, и у них очень хорошо складывала жизнь. То есть, мне очень понравился лифт созидания, ваш образ. То есть, многие из них входили в лифт созидания. При советской власти многие выпускники... Я работал в газете «Комсомольская правда» Георгий Пряхин, известный писатель. Он в детском доме был. И стал потом писателем в «Комсомолской работе». Остафьев. Остафьев. А сейчас всё меньше и меньше. Что такое? Что утерялось? Ну, знаете, всё-таки давайте говорить о том, что Макаренко подобрал детей, чьи родители не были алкоголиками. И, понимаете, крещённые дети. В основном дети, которые знали своих родителей, которых почитали, как пятую заповедь. Это были действительно дети не того общества, которое сейчас. И когда он стал вкладывать своё к ним отношение педагогическое, всё это сложилось, потому что это уязвалось, как мне кажется, в какие-то христианские морали. Милосердные отношения, индивидуальная работа и так далее. Сегодня же всё происходит гораздо проще, что называется. Дети находятся просто в жирной системе и потом оттуда выходят такими сверхгедонистами, которые привыкли в системе потреблять. Вы имеете в виду не сироты, а обычных? Сироты. Сироты в системе такой находятся? Конечно. Они же там получают, 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 получают. А отдавать они не научаются там. А вот у Макаренко была такая, как мне кажется, основная из дней, уметь научиться отдавать. Подождите, то есть вы сейчас говорите о том, что в детском доме дети слишком много получают? Очень много. Зашкаливающе много. А можете сказать, я в начале 90-х годов был, правильно, директором школы, начальником округа. Я увидел там жуткий детский дом, не будем говорить, под Москвой. Я туда приехал. И что меня потрясло? Ну, в то время шла спонсорская помощь, там всё. И, значит, я приезжаю, он под Москвой, хотя я московским округом командовал, и все две девушки в дорогих колготах, которые тогда моя жена не могла, и курят Мальборо. И, значит, сюда, значит, эта самая дырка, а нам ещё привезут. Мне осталось, чтобы дать удочку. Секундочку, подождите, извините. Извините, секунду. Это для меня революционное открытие. Я хочу понять. То есть проблема детского дома не в том, что он бедный, а в том, что он очень богатый? Любой хороший детский дом хуже бедной семьи. Дело в том, что я считаю... А что тогда вы рассказываете? А я считаю, что... А мы говорим о том, что детский дом перенасыщен ресурсами, материальными, но не насыщен людскими ресурсами. Там нужны совсем другие педагоги. Там педагогов нет, там воспитатель. Там не хватает кадрового потенциала. Там есть иерархия детей, иерархия сотрудников и так далее. Но дети обеспечены всем, что необходимо ребёнку. Я штормулирую. Завалены часто. Завалены. Сам по себе современный детский дом, и не только современный, он не является воспитательным учреждением. Там нет материальной основы воспитания, как у Макаренко, в частности. Я не об этом сейчас скажу. Я хочу получить ответ на вопрос. Он является системой передержки детей. Он является системой презрения детей. Дети, я... Они накормлены. Они одеты. То есть там нет такой системы... А почему тогда вы говорите, что каждый детский дом хуже, чем бедная семья? Потому что сегодня стараются сделать всё, чтобы детские дома были золотые. Потому что есть подушевое финансирование, 83-й федеральный закон. Потому что спонсоры туда немерено вкладываются, это удобно и красиво подавать. Сами дети потом перестают понимать, что делать, мотивация к обучению, к образованию исчезает. И труда нету. В нашем детском доме был труд. У нас были лошади, куры, свиньи, своя теплица. Другое дело, что у нас там был беспредел со стороны старших воспитанников, потому что система была выстроена в такой колонийной системе. Это когда систему управляют не сотрудники, а дети, старшие дети. Все стремятся стать старшими, чтобы потом унижать младших. Дедовщина. Дедовщина. А сейчас в детских домах есть это, потому что если система не исправляется воспитать, надо делегировать детям. И появляется уголовщина. Скажите, пожалуйста, по очереди, вот только ответьте на мой конкретный вопрос. Как вам кажется, какую самую главную задачу надо ставить перед детским домом? Чтобы что там было? Чтобы удочку каждый ребенок приобретал много удочек. То есть не рыбу давать, а удочку. Об этом и говорится. Да, это главная задача. Но сейчас из-за того, что детские дома выпали из системы образования, теперь и попали в систему соцзащиты, это теперь вообще невозможно, потому что там нет педагогической логики вообще. Слушайте, вот смотрите, на самом деле, конечно, Макаренко богат несусветным был. И понятно, что организация детских производств, которая сегодня невозможна, потому что налоги что на детские, что не на детские. Действительно, ведь можно, я вот имею это и кузницу, и гончарку там и так далее, но производство я не буду делать. Я потом не расквитаюсь, не объяснюсь налоговыми спектрами. Но ведь там был и театр прекрасный. Как в любой... И не один театр. Там было миллион очень интересных вещей. Это была мощнейшая система. Мощнейшая система. Что нужно делать? И надо, чтобы детский дом отвечал за качество выпускника детского дома. Он за это не отвечает. Он действительно отвечает за содержание, за презрение. А вот каким выпускник выходит, детский дом за это не отвечает, и не отвечает за это в том числе школа. Предположим, он бы начал отвечать. Что он должен делать тогда? Во-первых, у него должно быть стратегическое видение развития ребенка, личности каждого ребенка. Здесь нужно трудовое воспитание, духовно-нравственное воспитание, этическое, спортивное, культурное и так далее. Если говорить, например, о воспитании, то 90% детей находятся в комиссии по делам несовершеннолетних. И получается, система борется с тем, чтобы додержать их до выхода, а дальше как пойдет. И потом не отвечает за это. А потом за это не отвечает. Но для меня, знаете, что еще больше как бы потрясений? Я просто сам воспитывался в доме. У нас везде висели портреты Макаренко. И нам казалось, что Макаренко это какой-то сотрудник Горано или Облано, который где-то сидит. И мы знаем, что он сейчас приедет, будет проверка. К нам приезжали проверки, нас раздевали до гола, смотрели внешний осмотр, что в тумбочках сейчас Астахов делает. Но никто не интересовался образованием, что у нас с детдомами происходит и так далее. Было застолье, они уезжали, мы продолжали жить так же. Заказа нет у ребенка, социального заказа ребенка у государства. А ребенок, получается, как я, например, сам заказ пытается найти, реализовать. Это отвратительно. Правильно я понимаю, я хочу сделать вывод, что проблема большинства населения нашей страны, я уверен, считает, что главная проблема детских домов в том, что там бедно. Нет. Уже нет. Уже нет. Уже нет. Никогда не было бедно. Нет, 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 было. Ну, неважно. Сейчас нет. Можешь, было, что было, что было. А главная проблема детских домов в том, что там вообще не воспитывают или неправильно воспитывают детей. Там нет системы воспитания. Там есть просто нахождение некоторых людей. Я вам даже больше скажу, открытие такое, что там большинство сотрудников, которые там работают, сотрудники общепита бывшие. Почему? Ну, потому что больше никуда нельзя попасть, а туда берут всех подряд. Там нет отбора, там нет вообще никаких задач. К примеру, там нет юриста, там нет психолога хорошего, там нет даже спортивного специалиста, потому что и так далее. И система происходит такая. Ребенок привыкает жить на иждивении, потом выходит иждивение заканчивается, он становится преступником. Он ищет иждивение, и находит его в исправительных колониях. Хотя я был бы аккуратнее, все-таки, конечно, мне приходят, ну, конечно, есть разные детские дома, ну, давай так, все. Мы говорим про проблемно, нет, ну, дай бог, у кого хорошо. А хороший детский дом, хорошо, это какой? А вы смысл номер, а это когда, где, что? А вот смотрите, вы будете удивляться, вот это просто родственники, Януш Корчик и Макаренкова, хотя у Корчика никакого производства не было. Знаете, я был... У меня было производство души. Вот, смотрите, да, вот сейчас я к этому. Я однажды был потрясен, мне послала судьба дружить с профессором Левиным. Профессор Левин, друг Корчика и молодой его сотрудник. Хотя Корчик попал в немецкий концлагерь, этот советский, потом организовал детский дом на Урале. И до конца своих дней еще был советником Леха Валенцев в солидарности. И мы с ним встретились. Он не так давно умер. Говорит, знаешь, Евгений, в 37-м году я лежал с ангиной и вошел кочка, и сказал, слушай, Саша, гениальная книжка и запрещенная в Польше. Ты обязан прочитать. Это была педагогическая поэма Макаренко. Она была запрещена в Польше. Да-да-да. Я сейчас... Да-да-да. Так вот, на самом деле, там же мощнейшая система воспитания. И у Корчика... Они очень близкие. Вот у Левина, кстати, по-польски есть книжка, он тоже великий педагог Левин. Трептик педагогичный. Корчик, Фрине и Макаренко. Нельзя все сводить только к производству. Конечно, это тончайшее, мощнейшее. Он же прекрасный философ. Он прекрасно знал биологию, философию. Из него... Знаете, вот когда его стали прижимать, когда Крупская Надежда прочитала, несколько страниц увидела, как он ударил там колобально. Говорит, я этого фашистского Крупской, читать не буду. Даже она не прочитала. Не прочитала. Вы знаете, я хотел сказать, что вот мы как раз размышляем и работаем во всяких разных там структурах. Все-таки сегодня не хватает педагогического сердца. Педагогическая поэма была, а сердце у нас куда-то делось. И те люди, которые там работают, они выгорают, они получают поддержку образовательную. Они... Часто там ротация кадров, текучка большая и так далее. И среди этого живет, пробивается росток ребенка. Как ему? А его все время стараются... Давай как все, давай как все. Прибегает его, тащит его на Красную площадь, на салют, а обратно возвращает в сиротскую кровать. Мне кажется, вот эта вот система... Дело еще в том, что ребенок в детском доме, находясь в детском доме, тогдашним обществом воспринимался как гражданин общества. Сегодня он изгой. Потому что когда он выходил, он мог пойти учиться, получить квартиру, пойти работать на завод. Сегодня ты вышел, отвечаешь сам за себя. Вот скажите, я читал недавно, я сейчас пишу книжку там про детей, я читал Корчика совсем недавно, просто совсем недавно, как любить детей. И самая главная мысль, которая 150 раз там повторяется, что ребенок это такой же человек, как взрослый, но только маленький. Он такой же человек, он не недочеловек, а он такой же человек. И его надо уважать. Скажите мне, пожалуйста, откуда в детском доме может взяться уважение к ребенку, если его нет в большинстве школ обычно? Ну, знаете, она, конечно, по-разному, но я думаю, что хочешь выйти... Ваши есть. Ладно, у меня тоже нет, у нас нет идеальной школы. Откуда взяться в детском доме уважение к ребенку? Вы знаете, что уважение к ребенку начинается с уважения взрослых людей к самим себе. Это общие слова, извините. Это прекрасные слова, но это общие слова. Нет, нет, одну секундочку, это не общие слова. Если педагог, в том числе и детского дома, задушен проверки, он боится проявлять инициативу, над ним миллион, сегодня и школа, и детские дома превратились в то место, где дети мешают администрации, педагогу работать с документами. Если он все время под надзором, обранадзор, там это так далее, и так далее... Что надо изменить? Ну, во-первых, дать свободу людям, прекратить вообще регламентировать до безобразия каждое действие. Понимаете, это первое. А во-вторых, наконец, начинать готовить педагогов. У нас мы грохнули, педагогическое образование в стране, у нас почти не осталось педузов. Если раньше они еще готовили по специальности воспитателей, и так далее, и там прочее, сегодня они стали классическими университетами. Педагогика сегодня, как стыдная болезнь, которую скрывают. Практика педагогическая в педагогусах в 30 часов. Вот я спросил на комиссии, в Кремле, говорю, скажите, вы легли бы на стол хирургу, который прошел только теоретическую подготовку, и ни разу не был в клинике? То есть это абсолютное изменение подготовки людей. Понимаете? Мы нигде их не готовим. Я хочу сказать, что Алексей Михайлович хотел сказать. Я склонен всегда искать некие универсальные механизмы. И вот я когда настаиваю на том, что требуется некая производящая среда, некая производственная логика жизни, когда не в смысле, что я что-то делаю руками, вот лишь бы я как автомат что-то делал, а чтобы был продукт, который имеет ценность, который оценивается высоко социумом. Фотоаппарат ФЭД? Да, фотоаппарат ФЭД, как метафора. В те годы очень высокий уровень. У меня был еще плюс какой-то старый. У меня был фотоаппарат. И у меня был, извините, мы все ровесники. Вы понимаете, в чем дело? В логике Макаренко живет весь развитый мир. Почему? Я просто концептуально хочу закруглить ситуацию. Мы не потому рвемся в производство, что мы недооцениваем остальные формы, о которых вот Евгений Саныч говорит и так далее. Мы говорим об этом, акцентируя внимание, потому что это то, что выброшено вообще, то, что упущено полностью, вытравлено из нашей школы. И как это выглядит? Я только по этому акцентирую. Я не такой вот, понимаете, да? Только потому, что это крайняя степень депривации потребности человека в созидании. И если и есть инфраструктура для созидания, то это всего 15% детей. Спорт, художественный, ну в какой-то очень хорошей школе это 20-30%, но это не 100% детей. А в том, чтобы быть продуктивным, чтобы делать что-то полезное, чтобы участвовать вместе со взрослым в чем-то настоящем, нуждается каждый ребенок. Вы дайте ему игрушки и дайте станок настоящий рядом со взрослым. Он всегда предпочтет станок. А почему мы думаем, что он предпочет игрушки? Так вот, я о мысли сейчас эту главную скажу. Весь мир живет в логике теории человеческого капитала. В любом продукте. Вот изготовление этого стакана, здесь доля человеческого капитала превышает 60-70% на сегодняшний день. Человеческий капитал, что такое в индивидуальном измерении, что такое человеческий капитал в личности конкретного выпускника школы? Это его способность приносить пользу, воплощенная в нем, как в человеке. Его знания, способности, умения, одаренности. Но они могут быть, как некий потенциал, но абсолютно он не имеет навыков применения этого. Но чтобы навыки эти у человека возникали, чтобы человек умел капитализировать свой потенциал, в школе должна быть инфраструктура капитализации человеческого потенциала. Скажите, пожалуйста, Александр Васильевич, вот насколько реально, во-первых, насколько реально, и во-вторых, насколько это нужно организовать в детском доме, вот по примеру Макаренко, производство какое-то, но пусть не фотоаппаратов, которые действительно были в самой популярной стране, извините, в свое время. Но чего-то важного и нужного, насколько сегодня это реально, вот при нашем рынке. Ну, при нынешних законодательствах это невозможно, что прокуратура сразу всех отправит в отставку, но я считаю, что труд действительно должен иметь отношение к возрастным характеристикам ребенка. Потому что, например, когда мне было 6 лет, и мне дали 20-литровую лейку, и сказали, где поливай огород, потому что больше никто не пойдет. Для меня вопрос, что меньше лейки нет, меньше не тащи. И вот я его лаку половину разлил, половину вылил. Мне кажется, что вот о чем вы говорили, когда мы хотим, чтобы ребенок вырастал с издательным, нельзя его удавить вот этим вот таким каким-то крайностями. Поэтому, конечно, важно, чтобы в рамках системы поэтапно начиналась вот трудовая какая-то деятельность. Что делать? Вы понимаете, для меня это, я для многих это открытие, что проблема не в деньгах, как везде, а проблема в воспитании именно. Конечно. Что делать, чтобы ситуация изменилась? Вот конкретно, что сейчас делать? Во-первых, дети, конечно, должны трудиться. Должен быть заказ, государство, ребенок должен научиться пользоваться. Они даже не способны холодильник иногда открыть, потому что этой опции нету, потому что там все автоматизировано. Там люди, роботы работают, ну, в хорошем смысле этого слова. Одежду снял, закинул в барабан, получил новую. Он должен сам стирать, сам готовить, сам зашивать. Как-то я приехал в один детский дом, говорю, кто из вас может зашить носки на лампочку? Девушка говорит, я. Я говорю, покажи, она полезла прямо на лампочку и начала одевать носок. Потому что у нее внутренняя завышенная самооценка, что она это знает, а как это делать, это же нужно несколько раз делать. А в детском доме вообще не готовят, ну, понятно, что ребенок выйдет в возрослую жизнь, он должен что-то у него делать. Санпин он не должен этого делать, потому что для этого должен делать человек с халатом. Санпину. Санитарные, по-моему, есть нормы, нарушаются. Они причем там так выстроены, что за некоторые нельзя вообще зайти. Поэтому эти санпины, возьмем, допустим, вот вы говорите о пространстве ребенка. Большинство детских домов находятся, значит, в бывших детских садах. Как ребенку 16 лет расти в пространстве, в коробочке, где она для детей более младшего возраста. Но при этом санпины там действуют. Как в этом пространстве жить? У многих нет спортивных площадок, где разбежаться, у многих нет еще каких-то возможностей. То есть детям не прививают никаких навыков? Ну, а там это просто невозможно так выстроить системой. Очень общая концептуальная позиция советской школы, а мы никуда от нее не ушли, это школа голой учебы. Школа ума. Школа... Мы печемся о чем? О некой какой-то мифической развитости. Он должен быть развитой личностью. Он должен быть образованным, он должен много знать. И даже слово компетентность, которое мы сегодня притащили, у проклятых империалистов компетенц – это то, что ребенок знает. И то, что он умеет. Но это не то, что он может. Для того, чтобы обозначить то, что он может реально делать, упорно, долго, эффективно, это у них называется перформанс. И вот этого самого перформанс у нас для этого нет ни инфраструктуры, ни практик, ни опыт утрачен полностью. И у Макаренко есть ответ на этот вопрос. Он говорит, что делать? Вот опасения коллеги, так сказать, что там можно перегрузить ребенка и так далее. У Макаренко очень четко и внятно. Это должно быть высокотехнологичное производство. Раз. Передовое наукоемкое. Два. По тем временам он ровно это сделал. Но прежде чем он это сделал, он это сформулировал на планерке. Он сказал, подберите мне производство, которое будет передовым, эффективным, сверх рентабельным. Три. И самое главное, образцово организованное. И оно не занимает всю жизнь ребенка. Оно занимает два часа, четыре часа. А после этого он плавно встраивается в общую. Конечно. Он совершенно спокойно. У них там и театр, и танцы, и художественные, и прочие праздники. Что мешает этому? Что даже мешает? Конечно, мешает. Что? Мешает несколько вещей. От самых глубоких до самых практических. Во-первых, не забывайте, пожалуйста, что сегодня мы имеем дело с колоссальным мировоззренческим кризисом у людей. Какой бы ни был плохой советский проект, но он создавал какой-то образ светлого будущего. Пусть ложный. Но он помогал примириться с не очень... Сегодня куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет. Вставали под гимн. Конечно. Это дело даже не в гимне. Их это маршировка под оркестр, по улице. То есть были некие вот эти вот вещи, которые... Я хочу спросить. А дальше конкретная вещь. Я хочу по этому поводу понять. Да, пожалуйста. Почему, если понятно, можно сейчас бесконечно говорить про идеологию, кто с вами согласится, тот не согласится. Почему эта история мешает создать производство? Потому что это идеология, которую я не разделяю и сегодня, и тогда. Но тем не менее, она создавала некую мифологию и производство. Потому что она говорила о следующем. Кто был ничем, тот станет всем. И поэтому были созданы социальные лифты довольно мощные. А сейчас можно говорить, хочешь заработать денег, делай вещи. А вот невозможно это сегодня. Это невозможно практически? Это невозможно практически. Потому что прокуратура будет мешать. Не только. Там будет 64, Рособорнадзор и так далее. И миллион таких вещей. Потому что перестраховка страшная. Вот смотрите, подождите. Хотелось сказать что-то во-вторых. Нет, сейчас одно... Вот я даже подержу здесь, хотя я не фанатик только труда. Хотя у меня есть и гончарные круги, и ювелиры, и дети есть. Это все можно делать, только дальше. Да пусть даже они не продают, наплевать. Но это можно делать, это правда воспитывают. Когда сам сделал что-то, прекрасную вещь, там вот так, да. Но ведь вы не поверите мне, вот когда приезжают ко мне директора других регионов, я говорю, слушайте, как же так, Ямбург, у вас кафе, дети моют полы, коридоры. Я говорю, что случилось? А что, вы не читали постановление Министерства образования, запрещающее отвлекать детей от учебы на какой труд? Это же, конечно, белоручка растет. Я говорю, а кто ваши дети? Может быть, мэры или пэры? Нет, это шахтеры, даже в сельские школы говорят, мы детей привели учиться и так далее. Понимаете, почему так маятник качнулся? Было довольно худо при советской власти, когда детей снимали на хлопок, на уборку картошки. И маятник пошел сегодня даже, попробуйте, вы же, там приходится выкручиваться директора. Как же они у вас моют? Павел, я говорю, как интересно. Негров здесь нет, афроамериканцы пусть моют, нормально. И там дети замминистра обычные. А как вы, я говорю, знаете, мы хитры, мы записали в программу, которая называется технология раздел, обслуживающий труд. И вон проверки. Почему мы должны вот так, даже элементарные вещи, смешно, но глупо, да. А правильно я понимаю, что люди, которые занимаются воспитанием детей в школе или в детском доме, они постоянно вынуждены что-то обходить? Конечно, конечно. Вот то, что создано, оно не помогает им это делать, а оно, может, они даже... Да, совершенно верно, да. Дело в том, что, вы знаете, для меня очень важный вопрос в рамках систем. Я очень часто бываю в детских домах. Ребенок не только получает какие-то навыки, он ведь смотрит на незнакомого человека. По сути говоря, воспитателя, он его не рожал и так далее. И образ человека, образ Божий, там, еще что-то, крайне важен. Потому что он потом выходит и вообще не встречает никаких образов. И получается, что то, что сформировалось в рамках системы соприкосновения с педагогическим коллективом и людьми, которые разово пришли, у ребенка не возникает такой, так называемой, важной привязанности. А как можно привезти в детский дом, ну, пусть не выдающихся, пусть, естественно, Макаренко-гений, но просто хороших педагогов? Как это сделать? Практически? Ну, здесь несколько подходов. Я думаю, что если бы, например, часть учреждений были в лоне русско-православной церкви, к примеру, это бы поправило бы некоторые дела. Потому что там есть к чему ссылаться и во что предлагать. Например, образы святых, еще что-то, еще что-то. В рамках этой системы крайне чего можно предложить, потому что у нас сегодня образы святых – это люди-олигархи. И мы нацеливаемся, через телевизор в том числе, нацеливаются на то, что вот бери от жизни все и живи как хочешь. Нет вот этого созидательного ключа. Созидательный ключ – мы понимаем, что мы живем для того, чтобы созидать. Растить детей, создавать семью и так далее. У ребенка в рамках детского дома этой траектории там не создается. Отращивание корней происходит потом очень болезненно. А как привести людей, которым это объяснят? Хоть кого приведите. Они же попадают в ту систему, которую мы даже вот здесь обсуждаем, и мы выйти за ее пределы не можем. Мы говорим, нам прокуратура придет, мы же можем моделировать. Выходя за пределы нормативных. Я знал несколько обителей, где девочки и так далее. Я с уважением отношусь к трудничеству, к тому, что они делают. Это детский дом в рамках монастыря или у монастыря и так далее. Я не уверен, что это единственный путь. Нет, один из них. А другой, второй? Ну, я вам должен сказать и другой. Второй. Да, не второй, это тридцать второй, тридцать третий. Не важно. То есть, как правило, если собирается группа энтузиастов, то есть людей, а ведь на самом деле не все хотят брать от жизни все. Есть довольно большое количество людей, и среди волонтеров я знаю таких людей, которые... Вы знаете, у меня было такое ощущение, я, кстати, по своим педагогам дополнительного образования, думаю, вот они спасают детей, там не очень высокие зарплаты, и шлюпки, и пароходы, и так далее. Не все же могут строиться в рынок, и, да, мне кажется, они и свою экологию души спасают, работая с этими детьми. Таких немало. То есть, надежда на энтузиастов и на церковь? Нет, я думаю, что есть другой путь. Можно произвести? Хорошо, да. Надо говорить, да, да. Значит, я еще раз хочу сказать, что надежда, конечно, и на волонтеров, и на церковь, это дело общее, да? Но прежде всего, господа, давайте все-таки мы начнем, наконец, опять готовить педагогов нормальных, оснащенных. Тем более, со времен Макаренко дети стали чрезвычайно сложнее. Чрезвычайно Макаренко посидел в тюрьме. Да, не то слово, нет, мы сейчас, этот, ну, кстати, ну, кстати говоря, если вы знаете, если вы знаете хорошо биографию, его это ждало, он умер, фактически вызвали в ГПУ. К этому шло все. 39 лет он ушел, потому что все закончилось. Потому что, как и вы, Готский, там, это все понятно. Но я хочу сказать о другом, понимаете, там заложено очень много, вот, немцы, герман, ФРГ, единственный, кто издал полное собрание, вы не поверите, немцы, у нас нет до сих пор полного собрания сочинений Макаренко. Там есть золотые россыпи, да, они не сводятся к одному, к второму, к третьему, это мощнейшая система, но она, конечно, построена, ведь у Макаренко тоже были не все великие педагоги, но попадая в вот эту работающую систему, окрыляющую, понимаете, это вот, знаете, а сегодня особенность во всем мире... А Калерика, Форд. Конечно, во всем мире, где не только с производством. Вот когда сегодня ЮНЕСКО пишет, что сегодня, вот помните, у Бекки-то есть такая фрошь, такой сегодняшний мир, это голый человек на каменистой земле и пустое небо найдем. С айпадом. И, кстати, станок, да они, скорее всего, не на это пойдут, чем на станок, что это тоже опасность огромная. Вопрос в том, что это как-то организовать. Давайте, у нас есть интернет-обозреватель Алексей Черепанов, который... Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Который нам сейчас расскажет про то, что пишет интернет про Макаренко, если он что-то про него пишет. Андрей, это удивительно, но пользователи интернета продолжают спорить о такой, казалось бы, изученной, и ставшей уже классической системе Макаренко. Ее критику в основном можно разбить на три пункта. Во-первых, некоторые пользователи полагают, что педагогическая система Макаренко применима только для уголовок. Опыт таких педагогов неоценим для работников колоний с малолетними преступниками, но не пригодится напрямую для детей из обычных нормальных семей, пишет Юрий в обсуждении фильма «Флаги на башнях» на сайте кинотеатр.ру. Одной из глупейших ошибок советской педагогики было внедрение макаренковского опыта в массы, ведь Макаренко работал с беспризорниками, очень часто малолетними грабителями и даже убийцами, многие из которых своих родителей даже не помнили, как можно было распространять этот опыт на октябрят и пионеров в лагерях, куда их отправляли на лето родители из вполне благополучных полных семей. Воистину, безмерно глупость человеческая. А пользователь «Сентябрь» наоборот полагает, что сейчас семья не справляется с воспитательными функциями. Сегодня индивидуалистов-пофигистов достаточно, тех, кто уверен в себе на основе родительских денежек, а не на собственной значимости. Как говорили, много форса да мало ворса. Считаю, что метода по Макаренко сегодня необходима. Вот такой курьез. Второй пункт критики касается личности Антона Семеновича. Якобы он был настолько гениален, что педагогическая система Макаренко без Макаренко работать не может. Никто не мог повторить и внедрить методы Макаренко, даже его ученики. Да это и невозможно, полагает Лена П. Однако это утверждение уже давно опроверг ученик Макаренко Семен Колобалин и еще сотни советских педагогов. Ну а в-третьих, многие пользователи интернета полагают, что время педагогической системы Макаренко прошло. Наверное, в свое время это был действительно прорыв. Сейчас же не только в колонии, да и в обычной школе его методы вряд ли будут работать, пишет Настасия на сайте imhanet.ru, а вот пользователь World 20 прочитал педагогическую поэму. Коммунистический бред про советское будущее детей. На самом деле, все было не так, как описывает автор, а вот на сегодняшний день колония Макаренко самая страшная колония для несовершеннолетних на Украине. Пользователь Велесов делает совсем другие выводы. Это книга о воспитании беспризорных в коллективе, но польза ее гораздо шире. В ней опыт, который бесценен для понимания процессов формирования любого коллектива, управления им. В конце концов, для понимания и развития всего общества. Читал на одном дыхании, признается пользователь. На самом деле, наше время гораздо больше похоже на 30-е годы прошлого века, чем полагают пользователи. Вот, например, цитата. «Наш теперешний беспризорный – это не продукт классового распада, а продукт распада семьи. Семья распадается теперь гораздо больше, чем раньше. Причин тому много. Более свободная форма семьи, отсутствие принудительного жительства, более напряженные движения человека в обществе, большая загруженность отца и матери работой, отход женщины от семейной ограниченности, материальные и прочие формы противоречия». Это писал Макаренко в 1934 году. А как актуально? Андрей. Спасибо большое, Алексей. Я думаю, что люди, которые пишут в интернет, посмотрели нашу передачу, и, может быть, их мнение изменилось по поводу, скажем, актуальности Макаренко. Я хочу вас, Алексей Михайлович, спросить, что такое международный конкурс имени Макаренко? Мы немножко сказали, упомянули, а что такое? Ну вот в этом году, в 11-й раз, здесь, в Подмосковье, потому что Макаренко последние свои годы провел здесь и умер здесь. И мы вот в День памяти Макаренко, 1-го апреля, открываем это мероприятие, открываем такое минутное молчание. И на это мероприятие мы приглашаем школы, которые, вопреки всего, вслед за Макаренко создают в целях воспитания материальную основу воспитания. То есть, когда воспитание является не оральным, не вербальным, так сказать, процессом, а процессом созидательным, деятельным и конкретным. Когда они производят, ну, чаще всего, это, конечно, сельхозпродукция. Таких школ, агрошкол в стране достаточно много. Есть школы, которые делают мебель, собирают мебель. Есть школы, которые создали у себя легальные или нелегальные сервисные центры по обслуживанию компьютеров, ремонту и так далее. То есть, вы приглашаете школы, в которых вот эта производственная история Макаренко работает? Работает, да. Много таких школ? Таких школ в стране было гораздо больше, когда мы начинали это делать. И по нашей такой вот прикидке, это было порядка двух тысяч школ, которых было реальное производство. Но сейчас, вот за эти 10 лет, их количество резко уменьшилось. И я вот, ну, для меня главной причиной, вот мы можем говорить о чём угодно, но мы всегда будем упираться в эту нормативную базу и в эту науку-педагогику, которая труду в воспитании не отвела ровно никакого места. Ну, на протяжении огромного периода жизни. Вот берём от нуля до 21-го. У нас не предусмотрена инфраструктура производственная для того, чтобы ребёнок к ней каким-то образом... Да, понятно. Это уже ваше... Понятно. Скажите, пожалуйста, мне, Александр Самедович, воспитание трудом, осмысленным, я подчёркиваю, осмысленным трудом, не всяким трудом. У меня тоже были руки труда, это был как кошмар какой-то. Вот, кроме того, что вы воспитали трудом, какое ещё воспитание? Воспитание чем, может быть, в детском доме? Ну, знаете, я всегда вспоминаю человека, который как-то неожиданно, когда мы были в лагере... Кстати, дети-сирот, когда ездят в лагере, чаще всего там ничего не делают. Это ещё одна деградация, и там происходит процесс ещё более сильного их регресса, как такового. Да, но вот кроме труда что-то же, наверное, есть ещё? Кроме труда должен быть человек, который может дать качественные какие-то навыки. Ну, например, там, спорт. Я занимался активно боксом, я занимался активно футболом. Человек человеку передаёт знания. В связи с тем, что в рамках детского дома людей, которые могли передать качественные... Именно качественные знания нет, именно знания. Не просто там образовательные ещё что-то, а ещё какие-то другие вещи, да? С этим большая проблема, потому что до этого должен туда прийти тот человек, который будет действительно что-то отдавать, то, что ребёнку будет потом востребовано завтра. А так, выпускнику детского дома, это крайне вот... Ну, то есть ты попал в ситуацию в общежитие, да? И у тебя начинаются срабатывать эти твои опции и компетенции, которые тебе кто-то заложил, и они у тебя как бы помогают. Если у тебя их нет, у тебя начинается шок, стресс. Ты начинаешь... Вот, кстати, сегодня мы тут провели переговоры, чтобы сделать единый какой-то колл-центр поддержки выпускников детских домов. Чтобы ребёнок мог обратиться, например, ко мне или к состоявшим выпускникам, что есть какие-то проблемы, к которым он был не готов. Подготовить должна система. Она должна знать болевые точки ребёнка на выходе, а их более 30. Поэтому, конечно, нужно другое качество специалиста в работе с детьми. Однозначно. То есть проблема всё равно упирается в то, о чём всё время бесконечно говорит Евгений Александрович, потому что, я понимаю, что вас это ужасно волнует. Подготовки учителей, подготовки... Ну, не только. Знаете, я всё-таки опять к Макаренко. Понимаете, вот из него же очень много выросло. Из него выросла, в частности, такая вещь, которая до сих пор работает на все 100%. Теория коллективных творческих дел. Это педагогика Газмана, Иванова. То, что делалось в Орлёнке. До сих пор этих выпускников я определяю по взгляду горящему. 60, 50 или 40. То есть умение выстраивать свои отношения с другими людьми. Смотрите, у Корчика был суд. Ай, какая страшная вещь. Там был суд в детском доме. У нас это было. Стоп, стоп, стоп. Можно? Я напоминаю. Но суд всегда выносил оправдательные приговоры. Простим его, потому что не ведут, что творил там и так далее. То есть методы организации детской жизни сообщества у Корчика и Макаренко были продуманы. Они были интересны. И это были мажорные отношения, которые не придавлены человек. Понимаете, и так далее. Здесь очень много. Из этого выросло то, что работает до сих пор. Таше дело. Я все хочу понять. А что делать? Вот это все очень важно. А что сейчас делать? Вот сейчас. Вот завтра. Ну, если говорить о современных детских домах, я могу сказать одно. Конечно, надо все делать, чтобы ребенок в эту систему не попадал. Не доходил ни до дома ребенка, никуда. То есть работать с профилактикой. Потому что, когда соприкасаются разности, например, фильм «Хористы», как вы помните, да? Очень интересный. Когда там пришел человек и увлек детей пением и хором, они исправились. Но туда попал человек, ребенок, который был постарше, уже имел криминальную обоснованность. Он все сломал. Поэтому надо сделать так, чтобы ребенок... Дело в том, что разные физические возможности, умственные возможности, и так далее. Сами дети начинают создавать иерархию. У нас в детском доме тоже были, знаете, детские суды. Детские суды. У нас ночью были прокуроры, судьи. Я был обвиняемый, например, не принес 20 копеек старшим. Это вы сами... Это старшие делали. Это было годами до нас. Нет, нет, нет. Это про другое. Про другое. Когда ты не принес 20 копеек, тебя пропускают, как в произведении, значит, Толстого, бал через сквозь строй, тебя бьют, чем попало. И ты должен на следующий раз исправиться. То есть, получается, сами дети понимают, что есть система. Прокурор, судья, обвиняемый и хаза. Получается, уже ребенок, но тюрьма. То есть, ребенок уже сам себе создает систему модели дальнейшего поведения. При этом сама система в этом не участвует. Тогда, когда нет системы взрослых людей, которые выстроят... Вы не думаете, что только в России? Да, я понимаю. Вы знаете, я говорю, что... Вы прощите в этом... Нет, нет, нет. Я имею в виду. Подождите, нет, нет, нет. Есть такое романтическое представление об элитных школах Англии. До тех пор, пока Стивен Фрай не написал книгу «Муаф» и «Моя поминальная чаша», где все то же самое. И бог с ними с Англии. Мы просто не разбираемся. Как только нет педагогики, дети в любой стране будут выстраивать то, что называется «дедовщина». Ну да. И поэтому, хотите дорожную карту, я рассказываю, что нужно делать. Первое. Смотрите. У нас сегодня вне закона дополнительное образование. Потому что, если вы будете читать закон об образовании, там написано. Все бесплатное. Но в рамках стандарта. Стандарта в дополнительном быть не может. Она вообще не стандарт. Берем 131 закон. Там написано, что вообще все кружки и секции – это на муниципалитете. Нет денег и ничего нет. А откуда? Значит, ребята, давайте, во-первых, законодательно вернем педагогов дополнительное образование. Это первое. Дальше где-то надо готовить. Дальше. Понятно, почему все запуганы. Дело в том, что огромные опасности, боязни – это всегда опасно. И производство опасно. Изготовление пищи опасно. Все живут зажаты. Сегодня по 278-й статье любого директора детского дома, школы можно снять без объяснения причин. То есть менять законодательную базу. Раз. Второе – расширять производство. Поверьте, есть изумительные вещи. Вот я их покупаю. Так, извините, просто совсем лезвенно. Расширять производство? Расширять производство, гончарные круги мы это покупаем и так далее. Третий момент. Менять базу, позволяя создавать детско-зрослые сообщества, освобождать их от налогов, чтобы они не просто производили. Тогда это будет выстраиваться. И дальше, и дальше, и дальше. Есть конкретные вещи. Понятно. Я хочу добавить к этому списку одно ключевое, на мой взгляд. Надо в качестве критерия качества образования перестать перечислять 50 или 100 критериев разных, и в том числе уровень, как ты экзамен сдал, ЕГЭ и так далее. Один критерий – производящая мощность личности на выходе из школы. Это красиво звучит. Я понимаю. Как измерить? Мы примерно знаем, просто не в формате передачи. А как измерить производящую мощность футболиста и артиста? И артиста, конечно. Вот один мальчик – футболист, гений вырастает. А второй мальчик – артист. Это его достижения. Это сейчас делают. Как достижения? Какие достижения? Вы знаете, а можно я другой критерий? Нет, критерий, конечно, не может быть один. Это очевидно совершенно. Но я бы назвал. Просто интегральный критерий. Ну, он так очень красивый, но мне непонятно, мощь, не мощь и так далее. Вы знаете, иногда медсестра одна, они очень мощные. Она больше для меня, чем доктор Рок, она моя мать выхаживала. Она пять лет жила, потому что была рядом. Какой у вас критерий? Вот. Я вам хочу сказать, критерий в общем виде сначала – социальная адаптация человека. Вот то, о чем вы говорите. В чем выражается социальная адаптация? Вот если он получил специальность, грубо говоря, у меня тоже есть дети способные. А есть те, у которых, ну, извините, руки золотые. Значит, ориентация на рынке труда, то есть он мгновенно может устроиться на рынке труда. Дальше, умение работать в командах, то есть умение строить. Как проверить? А? Как проверить. А это очень быстро в процессе действия. Это уже в школе видно. Понимаете? Это есть составные части. Да, да, да. Давайте дадим возможность, потому что у нас минута осталась. Два момента. Первое. Детские дома финансово перегружены. Вот если взять подмосковные детские дома, там 42 детских дома – 3 миллиарда рублей в год. То есть за каждый ребенок государство обходится в 50 тысяч рублей в месяц. Соответственно, эти деньги неэффективны, потому что мы получаем неэффективного выпускника. Это один момент. И второй момент. Дети перегружены эмоционально вообще не тем, чем они должны заниматься. Они сегодня готовятся к каким-то праздникам, встречаются с спонсором. Как мне позвонишь, ты чем занимаешься? Мы то-то все. А где у вас тот процесс дополнительного образования? Показуха, короче говоря. Еще что-то, еще что-то. Ничего нет. Дети живут в ожидании приезда нового какого-то. А вот он сам не живет в ожидании каких-то самоизменений, потому что перед ним такую задачу никто не ставит. И он не знает, что завтра будет трудно. И не только ребенок. Взрослый не ставит перед собой такую задачу. К сожалению, у нас истекает время практически. Мне остается, во-первых, всех вас поблагодарить. Я хочу еще раз представить гостей сегодняшнего эфира. Алексей Михайлович Кушнир, главный редактор журнала «Народное образование», Александр Самедович Гизалов. Я вот сейчас можно вас поздравлю с рождением четвертого ребенка? Потому что это все-таки самое главное событие в жизни человека. Общественный деятель, эксперт по социальному сиросту. Евгений Александрович Яморк, директор Центра образования номер 109. Мне кажется, мы волновались перед этим эфиром, люди, которые делают программу «Наблюдатели», потому что мы понимали, что он спокойным не будет. Но мне кажется, очень правильно, что эфир, посвященный Макаренко именно был такой острый и такой неравнодушный. Я хочу вам посоветовать посмотреть сегодня днем на нашем канале фильм «В коммуне остановка», посвященный жизни Макаренко. И, может быть, всем нам вместе подумать над тем проблем, о которых мы сегодня обсуждали. А этих проблем довольно много. Спасибо всем, кто нас смотрел. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго. До свидания. Пока.